Чтобы у тебя ручки именно вот так вот, стаканчиками стояли. Налево-направо, чтобы становилось повод, вытянули на себя. Посылай ее. Лиза Шитникова впервые прокатилась верхом на пони Мелагрос. Или как ее тут еще называют, Миле. Животное не спеша выполняет упражнения под названием клавиши. Некоторые поддаются ей с трудом. До этого дня Лиза ездила верхом на лошади. Говорит, страха не было. Но инструкторы замечают, девочке надо быть построже с животными, чтобы они ее начали уважать. И это пока самое сложное для юной наездницы. Мне нравятся лошади, то, что они преданные. Мне доктор сказал, что мне будет хорошо плавание. Но я не захотела на плавание и уговаривала маму повезти меня на верховую езду. И все-таки я ее уговорила. В спортивном клубе «Мустанг» ежедневно проходят тренировки для начинающих наездников. Занимаются тут около 50 детей. А также здесь проводят экскурсии для школьников. Они красивые, такие нежные и быстрые. Мне, например, очень понравилось. Лошади тут красивые. Я вообще умею кататься, но нравится сейчас. А тебе? Мне тоже очень понравилось, потому что тут весело и лошади очень красивые. Клуб существует 10 лет. Сейчас здесь 50 лошадей и 8 пони. Золотой «Мустанг» открыла Татьяна Уланова. К этому, как она сама признается, ее привела любовь к лошадям. 12 лет назад мы с детьми сняли частный дом. Сняли просто. Тут объявление в газете, что продаются две лошадки, кобыла с жеребенком. Дети, давай купим, давай купим. Ну, давай купим. Купили для себя, для души лошадь с жеребенком. Потом, ну что, лошадь с жеребенком? Надо же еще кого-то. Ну, купили еще одну лошадку. Поэтому появилась идея создать тоже свой клуб и развивать у нас комиспорт на Сахалине. Сначала Татьяна арендовала помещение в Луговом. Но в 2011 году территорию попросили освободить. Тогда за помощью обратилась к руководству области. Там предложили вот это здание одного из совхозов, где сейчас располагается клуб. 600 тысяч тогда выделили на стройматериалы. За 4 года помещение привели в порядок и ничего не предвещало беды. Но недавно территорию попросили освободить. Так как такое соседство с совхозом – нарушение санитарных норм. Татьяна обратилась за помощью к властям. Они предоставили вот это помещение в селе Успенском. С одной стороны, женщина рада. Оно значительно больше по площади. И здесь можно половину отвезти для конюшни. А другую – для крытого манежа. И тогда дети смогут учиться верховой езде в любую погоду. Но для этого помещение прежде нужно отремонтировать. Обращаемся к гражданам именно. Кто чем может. Кто рабочими руками. Кто там может быть строительный материал у кого-то есть. Может быть там техника у кого-то какая-то есть. Ну, в общем, мы любой помощи будем рады. А что мы можем предложить взамен? Можем предложить катание на лошадях. Сроки уже поджимают. Переехать клуб должен до осени. Телефон Татьяны Улановой сейчас на ваших экранах.